Шалом, православные! А вы уже слышали про бойца ЧВК Вагнер, который решил заняться изучением философии, и поэтому привязал свою башку к граниту науки? Как он сказал, надеюсь, мне в голову ударит гениальная идея, которая изменит мир. Ну а если честно, конечно, все уже вы видели это видео, вброшенное по всем возможным всяким рустерским каналам, скажем так, да? На котором бывший в плену украинском, бывший вагнеровский зэк, который всю дорогу поддерживал, значит, оккупацию Крыма, и на самом деле топил за всю эту штуку, и был вообще мусором, вот, пожалуйста, в фоточке, что он получает по голове, так сказать, орудием, которым забивает обычно колья для крепления рельсов. Вот, и он перед этим говорит, что его в Киеве якобы взяли. Значит, это, естественно, ложь. 11-го числа был обмен пленными. Российская сторона запросила именно этого чувака. Естественно, между выбором вернуть украинца из плена домой и не отдавать вагнеровского наемника зэка, потому что он сказал, что он хочет воевать на стороне Украины, понятное дело, что любой адекватный человек выберет первый вариант. Та сторона запросила его в обмен на украинца, и, естественно, украинца нужно вернуть домой. Поэтому этого зэка, этого вагнеровского, значит, уголовника поменяли. А так как он успел в интервью наговорить нехорошие вещи про вагнеровцев, вагнеровцы его таким образом казнили показательно, чтобы все видели, что вот вагнеровцы казнят зэков. Но никаких новостей в этом нету, потому что всем и так известно, что вагнеровцы казнят зэков. И неоднократно есть рассказы зэков, которые видели, как вагнеровцы казнят других зэков. Они с ними там не нянчатся и так далее. Поэтому не ведитесь вы на Кацапские вбросы. Ни в каком Киеве его поймать не могли. Даже если бы его не поменяли. Как вы себе представляете, что пойманный на войне оккупант через неделю после того, как его поймали, будет спокойно ходить по центру столицы? Вы в своем вообще уме? Ребята, вы что? Поэтому вагнеровец получил то, что он заслужил. Получил он-то от рук таких же, как и он. Я вообще считаю, что это прекрасная ситуация. И не нужно рассказывать, что «Ой, теперь они будут меньше сдаваться в плен! Ой, не надо было его выдавать, теперь не будут сдаваться в плен!» Зайдите на канал Золкина и послушайте интервью, как они все в плен попадают. Совершенно не по своей воле. Совершенно не потому, что они решили сдаться. Получил осколок, очнулся, ой, а тут ужасно солдаты ВСУ. Или, значит, всех замочили, я убежал, шарился по чужим домам, воровал еду, а потом захотелось кусать, и я высыл к вас им силам. Поэтому никто из них вообще никакого значения не имеет. Я тут слышал аргументы «Ой, ты что? Сейчас российские пропагандисты будут иметь инструмент против нас?» Да плевать на российских пропагандистов! Ребята, если вы не поняли, давным-давно пройдена та граница, когда не давать повода пропагандистам имела какой-то смысл! Все! Это вообще бессмысленно! Эти люди устроили фактически геноцид! На всех освобожденных от оккупантов территориях находят массовые захоронения с казненными детьми, женщинами и мужчинами! Какая там пропаганда? Какие там пропагандисты? Там уже все давным-давно пройдено, и это уже куда ниже и страшнее, чем сила пропаганды, и совершенно плевать, что там будет рассказывать Киселев и так далее. Если оккупант не хочет сдаваться, ну, ребят, свинца и осколков от Хаймарсов, и огня, и напалма с наших дронов хватит на каждого нерадимого оккупанта, который не хочет сдаваться! Вы что, без проблем, ребята! Не хотите сдаваться? Ну, хорошо тогда! Ну, укоротим вам Вику так, чтобы вы больше не имели такой возможности, и такой выбор перед вами вообще не стоял. Поэтому, на фейки не ведитесь, никаким образом вагнеровцы никого там в Киеве, значит, не способны выловить просто потому, что в Киеве нету вагнеровцев. Вот. Собаки-собачья смерть, и точно так же вот этот лысый хер вагнеровский, он точно так же помрет. Может быть, не от кувалды, может быть, от чего-то другого, но уверяю вас, что его кончина будет не менее интересной и веселой, чем кончина этого чувака. А за сим откланиваюсь и напомню вам, что звоночки с криками оккупантских подельниц, мамаш, сестер, жен и так далее, я публикую каждый день в своем телеграмме на пранк-шоу, поэтому переходим в телегу, подписываемся и не пропускаем эти замечательные визги, потому что нет ничего лучше, чем начать день с визгов оккупантов.